Договор на поставку мяса, створение в творчестве грибов и развитие туристических отношений. Договор на поставку мяса яловича на створение в творчестве грибов и развитие туристических отношений. Договор на поставку мяса, створение в творчестве грибов и развитие туристических отношений. С китайским предприемством, сгодно якого буде наладжена перепроцовка мяса яловичины для поставок у провинцию Дзянсун. Китайский партнер з'явится и у Крычевского района. Подписаны ответный меморандум об замежном супрацовництве. У районе створяется одразу два предприемства по вытворчасти и поставцу у Китай грибов и вытворчасти автозапчасток. Районы они дадут от 70 до 100 новых рабочих местов. Зараз идти оформление документации по вылучшению будинков под вытворчасти. Эта воинская часть, она находится недалеко от агрогородка Красная Будда. Эти передаются помещения нам и мы будем работать дальше по их передаче нашим китайским партнерам. Совместными усилиями будем их развивать и получать от этого в том числе и поступление в бюджет и развивать экономику региона. Третий документ носит гуманитарный характер. Это меморандум об супрацовництве Могилевского областного управления спорту и туризму и туристичной корпорации Нанкина. Сегодня мы здесь заключили три соглашения по сотрудничеству. Я думаю, что это только начало, а после этого я думаю, что у нас будет очень широкое сотрудничество и будущее. Безусловно, экспорт для Могилевской области, для экономики Могилевской области очень важен, потому что мы производим больше, чем постребляем на внутреннем рынке. Поэтому те контакты, которые сегодня у нас находят место с провинцией Диасу, они для нас очень интересны и выгодны. И контакты вот такого порядка делового, они будут еще усиливаться. Погоднения Икея Ужу оформились на папиры тягнуть за собой шерох инших пропанул, некоторое из них обмерковали по часу встречи. Китайская делегация, да прикладу, звернула увагу на химичную, текстильную промысловость, электронику, альтернативные краницы энергии. Тут так само можно зайти кропки сутокненья. В Могилевской области такие идеи интересные, и в первую очередь у питания створения совместных предприятий. Больше детальово працовать над перспективными совместными проектами сможет совместная работа группа. Протягом встречи стал Белорусско-Китайский форум. Тут субъекты господарания Могилевской области и провинции Дзянсу мели махчимысь сам насам провести перамовы про потенцийное супрационництва. Дарычи китайских компаний представлено 8, белорусских бизнес-колов – каля 40. Пляцовкой для перамов стало Могилевское отделение белорусской гадлево-прамысловой палаты. Алиса Рыбалка, Александр Артемиев, Новин Региона. Два миллиона слойков и бляшанок с зелёным горошком вырубили в этом сезоне на Быховском консервового городни на сушильном заводе. План ясше больше – до 5 миллионов. Потому что всё это на полях заводского филиала Макранске вырос добрый урожай зелёного горошку. Вытворшись, працуя круглосудково, открыты сезонные працовные места. На полях с зелёным горошком працуют два комбайны. Повольно Алиупы унино сбирают урожай. Оказалось, что всё летнее прохолодное надворье как раз пасует доходы культуры. Тому урожайность более за 40 центнеров в гектару. Филиал Макранске мает 300 гектару, да и аж и добрых отунков. Сегодня вы видите финальную стадию выращивания зелёного горошка в нашем селёном филиале. И началась эта работа почти год назад, начиная с подготовки почвы, внесения удобрений. И сегодня мы имеем готовый товарный продукт, который не стыдно выставить и на полку любого магазина. Завод працует над собранным на полях зелёным горошком Амаль, что бесперапынно. Зелёный горошек, як и кукуруза, з'являются самой запотребованной продукцией. Быховского огороднина сушильного, тярует ассортименту у Амаль – 200 позиций. Мы производим его на линии итальянской, производительностью 3 тонны в час. Каб забеспечить вытворчий процесс у летку на Быховском заводе, открываются сезонные вакансии. Ахвотников зарабить шматут им лику школьники и выпускники. Почему работаете? Деньги нужны для поступления. Быховский завод шмат-гадов займаётся консервованием зелёного горошку, який запотребованный у Беларуси. Помимо этого мы продаём наш горошек во все страны таможенного союза и не только, и в другие страны бывшего постсоветского пространства. Претензий к нам не поступает, все довольны, благодарственные отзывы у нас тоже имеются. Быховский завод, як я думаю, находится у процесса санации. Сопер имкнется у новых умовах повеличить вытворчность и реализацию своей продукции. Так само и Замежи. Амаль-полова быховских консервов сегодня продаётся у 19 краин. Тому добрый ураджай зелёного горошку тут вельми до речи. С Быхова, Илона Иванова, Юра Уласцу, Новины региона. Пытание про работу агропромыслового комплекса, вытворча сельгазпродукции, леса, господарку и земельное законодавство. Можно будет традиционно задать в субботу, 22 липеня. Огатый день про мою телефонную линию проведет первый наместник старшини Абэлва Конкама Олег Шикида. С 9 до 12 годин можно телефоновать по номеру 50-18-69. У Могилёве подчас телефонной линии так само выслухают за уваги по Ахове новокольного осяродя и гидрометеологии. Промые телефонной линии у субботу продают и во усих городских и районных выканавчих комитетах в области. Например, у Могилёвским гарвы Конкаме телефонование применаместник старшини Александр Потёмкин по номеру 42-21-02. А у Бабруйским гарвы Конкаме на пытание откажет первый наместник старшини Олег Ковель. Телефон для совести у Бабруйску 76-21-41. Православные верники рыхтуются до традиционного хрестного хода у гоноробраза Божией Мати Баркалабовской. Ён ладится по благословении епископа Могилёвского и Мстиславского Сафрония. У неделю 23-го липеня ранецы богамульцы почнуть шлях от Могилёвского храма царских покутников и пройдуть 40 километров празбуйничийся лет с новоселки Дашкуку, Стайки, Барокку, Ляды и планують прибыть у Баркалаба в Абыховского района на вечернюю службу. Святообраза Божской Мати Баркалабовской означают 24-го липеня. У гэты дзень у монастыры пройдя святочная литургия. Баркалабовский образ Божской Мати – один из шануемых святынь Беларуси. Знакамитая икона прославилась отсудами подчас Пауночной войны и войны 1812 года. Пасля революции я заховали верники. Потым яна была у свято-троицким храме Быхова. Семь году тому урачиста перенесена у Баркалабовский монастыр, який аднауляюць. Основная шанская губдауництва завершена, завершаются работы и по добру парадковани. Колькасть туристов и паломников дай святыни кожный год расте. У Могилею ставят Ипсена. На сцене Могилевского драматичного театра рыхтуется премьера Жанчина Мора. По пьесе норвежского драматурга Генрика Ипсена, режиссер Саулюс Варнас. Мастак Юрате Рачинэскайте. Теперь идут репетиции. Премьера отбудется на наступном тыдне. Теперь на сцене театра ставятся декорации. Это будет морский берег, при нам все у Норвегии, на яким разыграется драма Жанчина Мора. Часу до премьеры засталось не ашмат. Идуть репетиции. Процесс так же сложен, так же увлекательен и так же обнадеживающий. И за театр Могилева, и за, в принципе, белорусский театр. Как-то становится легче, когда участвуешь в подобных репетиционных процессах. Это первая репетиция, когда актеры опранули строи. Прыгожие и стыльные, которые подкресливают образы. В образе мне любопытно. Да, хорошо, не знаю, сложно. Сценой и актерскими строями займалась литовская театральная мастачка. Юраты Рачинскойта придумала птушинные гнёзды. Памеж прибережных валунов. А люди, я не як птушки. Надеемся, что они взлетят. Так же, как бы, каждая душа существующая, как бы, оживет. Как бы, свое по-своему. Какой-то будет полет наш общий. Надеемся, во всяком случае, на это. Жанчина Мора – это пригожая история. И не глядячи на заморские имены персонажа, я надо дышится у всех. Бо герои на сцене будут честно смагаться за свое счастье. У всех есть стремление к счастью. Все хочут быть счастливыми. И вот те персонажи, которые здесь, они тоже борются за то счастье, которое они представляют, что это счастье. И вот эта борьба, это стремление к нему, я думаю, что это самое прекрасное, самое правильное. Однако, на сам речь, кожный может открыть у гэтом спектакле нечто для себя. Да, я должна иметь право выбора. Бо для одних Генрик Ипсен написал, а Саулюс Варнас поставил, про свободу выбору. А для інших – про каханье. Як при нам селишись московская актриса, якая приехала у Могилю для того, ка б сыграць свою ролю Жанчины Мура. Бьеса, конечно же, о любви прежде всего. Любовь – это главная тема. Это главная тема и в литературе, и в других видах искусства, и в музыке, и в живописи о любви. О любви и о выборе. Спектакль, дарыча, будзе исти не тольки на сцене, але и у глядацкой зале. Гэта будзе адзіная простора – мора, неба и люди. Премьера 27 и 28 лепеня. Илона Иванова, Александр Тарасов. Новины региона. Урок можности на Кургане славы. 25 выхованцев Бабруйского военно-патриотичного лагера побывали на мемориальном комплексе у вёсцы Сычкова. Гэта экскурсия стала, так бы мовить, финальным акордом их патриотичной декады. На экскурсию у вёску Сычкова 15-годовый Александр Гладков проехал у складе группы летнего патриотичного лагера. Мемориальный комплекс – пляцовка соправданного уроку можности. Селезнёв, сержант командир отделения, подкрался к ЗОТу, бросил туда гранату, сам был тяжело ранен, понимая, что в принципе силы на исходе, он закрыл своим телом амбазуру доты. Когда слушаешь историю предков, некая гордость берёт, потому что это великое событие, которое стоит передавать, идти из поколения в поколение и сохранять его память. Мне понравилось, что я узнала историю про своего деда, прадеда, там других дедов. Историчные документы и свечения мясцовых жихаров про трагедию вёске Сычкова, собранную мясцовым историко-крайз научным музеем. Про всё это кадеты Бабруйского военного лагера «Патриот» расскажут своим сябрам, як и про то, о чём он научился за 10 днём життя на базе 83-го инженерно-аэродромного полка. Даже если сравнивать с солдатами, придя со всем ещё зелёными и уже выпускаются, это совершенно разные уже люди, более адекватно воспринимают военное дело. Экскурсия в историчное место стала своего рода дембельским аккордом выхованца у лагера «Патриот». Теперь им предстоит войти в ритм життя уже не кадетов, а звычайных подлетков. Правда, с новыми ведами и яскравыми уражениями. Алена Кутузова, Ангелина Дикун, Константин Шауцов, новины региона Сбабруйска. Зазернуть у свет немых черно-белых фильмов в початку минулого 100 года запрашаем Могилёвский этнографичный музей. Тут проходит выстава чары губернского синематографа. Экспозиция створена год тому и присвечена 125 годзю российского и 90-го годзю белорусского кино. На ведмельники выставы мают махчимость познайомиться с этапами становления сусветного кинематографа. Доведаться, кали и дежи хары Могилёва-губернского убачили первые фильмы. Зно прагадать имены зорок немого кино и поглядеть черно-белые немые киностушки с их уделом. А я ще отшусь обе у роли режиссёра анимационного кино конца 19-го, початку 20-го 100-го годзю. На ведать выставы можно до 19-го вересня. Каждый находит своё очарование в этих фильмах черно-белых, ну, наверное, вот как всё, что связано с детством, да, вот это детство кинематографа, да, и для нас, наверное, вот это очарование такой детскости в том, что происходит на экране, да, нам сегодняшним уже таким видавшим всякие и всякие там эффекты, спецэффекты, киноэффекты, да, вот нам сегодня на это смотреть, наверное, очень умилительно. И на приканце выпуска приемная новина из Могилёвского за осаду. Тут народилися новые жахары. Попаунение отбылось у семи муфлонов, косуль и высокородных оленев. Теперь тут пять новых маленьких выхованцев. Зараз их могут бачить на ведвальники за осаду. Ну, а мы пропануем вам паглядеть на малых зэкранов ваших телевизоров. У рубрицы на уласные вочи. Больше интересных новин про Могилёвшину на нашем сайте tvrmogilio.by. А я за вами раз витвуюся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!